Всем привет! С вами канал Дизайн Интерьеры и мы снова в городке Чекистов. И сегодня мы покажем вам весьма необычную квартиру для семьи площадью 93 квадратных метра, уже известного вам дизайнера Юлии Родионовой. Привет, Юлия! Я рада вновь побывать в гостях на твоем объекте. И сегодня мы на объекте совершенно иной стилистики. Да, я тоже тебя очень рада видеть. Действительно, эта квартира кардинально отличается от предыдущей. Этот интерьер сделан в классическом стиле. Очень необычная квартира, потому что это старый фонд. Жилой комплекс городок Чекиста, памятник архитектуры. Он находится в самом сердце Екатеринбурга. Заказчики очень любят старину, какие-то старинные вещи. И они решили приобрести в этом жилом комплексе квартиру и доверили мне ее дизайн. У нас здесь четырехкомнатная квартира, кабинет, детская, спальня и большая кухня-гостиная. Также два санузла и прихожая. Очень интересно, какой возраст заказчиков? Молодая пара с двумя детьми. Просто заказчица очень любит Францию. Она предпочитает вещи с историей, в том числе и квартиры. Какая перед тобой стояла задача и что ты здесь произвела? Какие манипуляции с перепланировкой? Необычная история – это квартиры и всего жилого комплекса городок Чекиста в том, что у них не было кухни. Позднее, в 50-е годы, естественно, когда люди поняли, что фабрика кухня – это уже не совсем рабочий вариант, в каждую квартиру был проведен газ. Поскольку места не было, собственно, для кухни, то плиты расположили прямо в прихожей. А каким образом тебе удалось провести коммуникации? Да, действительно, здесь была достаточно интересная проделана работа. Для кухни мы брали горячую холодную воду из ванны, которая рядом с ней располагается. И нам пришлось достаточно далеко проводить воду для стиральной машины и водяных фильтров, которые располагаются на месте бывшей так называемой кухни. Ну, от газовой плиты вы полностью отказались? Да, абсолютно точно, поскольку использование газа в квартирах связано с большими ограничениями. Мы отказались от газовой плиты, перекрыли стояк, согласовали это все с газовщиками. То есть у нас все законно абсолютно. Наверное, начнем с кухни-гостиной? Давай. Вообще весьма необычная гостиная, потому что здесь нет дивана. Да, решили отказаться от традиционной гостиной, поскольку, мне кажется, наша русская культура предполагает такие посиделки на кухне душевные. К тому же дело в том, что заказчик, сам мужчина, очень любит готовить. И непременным пожеланием планировки кухни было наличие острова, то есть это центральный элемент кухни-гостиной. Весь дизайн этой комнаты, он пляшет от нашей большой удобной кухни. Здесь у нас холодильник встроенный, раковина, посудомоечная машина, место для хранения посуды, тарелок, встроенная микроволновка и духовка. Здесь хранятся специи, кухонная утварь, ну и винный шкаф. Фасады у нас сделаны из пленки. Это пленка? Да, ты представляешь, это не шпон, а пленочная, и выглядит очень достойно, но позволила нам, конечно же, сэкономить серьезную сумму. Что касается композиции кухни, мне хотелось сделать ее симметричной, вот я очень довольна, как получилась эта кухня. Шкафы я сделала их с такими же фасадами, как кухня, чтобы они составляли единый ансамбль. Здесь, например, кастрюли хранятся, а вот этот шкаф хозяйственный. Здесь вот у нас пылесосы. Юля, здесь так много липного декора, это случайно не орок? Да, действительно, это орок, розетка в эркере и карнизы на всем потолке, и молдинги на стенах, и даже плинтус, это все орок декор. У заказчицы было огромное желание оставить кирпич в интерьере. Кирпич, который здесь присутствует, практически весь исторический, то есть это та самая стена 36-го года постройки. Мы ее реставрировали, чистили разной химией. Мне нужно было связать дизайн с кирпичом непосредственно. Ну, то есть получился некий микс Франции, такой легкой какой-то классики, ненавязчивой. Когда покупается вот такой старый объект, тут, наверное, большая реконструкция с полами производится. Много ли подснос было вот старых стен? Ты знаешь, в определенный момент мне показалось, что мы снесли вообще все. Все стены, полы, потолки, что ты здесь видишь, это все новое абсолютно. Конечно, нам хотелось сохранить какие-то элементы, такие как окна, или, например, здесь был великолепный паркет из лиственницы. Но, к сожалению, при ближайшем рассмотрении оказалось, что его невозможно составить. Мы приняли решение все-таки застелить новой инженерной доской. Задумали ремонт, но нет времени осваивать строительные профессии? Рекомендуем сделать интерьер под ключ с фиксированной ценой в компании Александр Тишлер в Москве или Екатеринбурге. Ребята делают продуманный дизайн, полную смету, качественный ремонт, функциональную мебель и комплектацию интерьеров в нужные сроки. Стоимость всех товаров и работ фиксируется до начала ремонта. Стоимость дизайн-проекта при покупке и реализации интерьера – 0 рублей за квадратный метр. Ссылки на проекты со сметами в описании. Как ты решила вентиляционные инженерные системы? Поскольку вот за этой стенкой в доме располагается огромный дымоход, потому что когда построили дом, здесь не было отопления. И дома отапливали печным отоплением. И мне нужно было каким-то образом провести от этого дымохода вот сюда к острову вентиляционный канал. И из-за этого мне пришлось сделать вот такие кессонные потолки. То есть в этих имитаций балок у нас проложен вентканал вот в этот огромный дымоход. Эркеры, конечно, это характернейшая черта городка Чайкистов. То есть это часть архитектурного решения фасада. И они дают нам очень такую красивую светлую зону столовой. Нижняя часть подоконного пространства у нас открыта. И поэтому я поставила сюда такие красивые ретро-радиаторы. Трубы к радиаторам. Специально приходил художник, и она выкрашивала их в цвет радиаторов, чтобы это смотрелось эстетично. Юля, Юля, а это функционирующий телефон? Нет, это антикварный телефон, он не подключен. Алло, алло, милиция? В процессе реализации нашей квартиры заказчица привезла достаточно много всяких элементов антикварных. Например, картины. Вот этот необычный старинный телефончик. Вот эти стулья, например, это настоящие стулья эпохи Наполеона III, XIX века. В итоге она открыла антикварный магазин и сейчас возит всю эту красоту на продажу. Там кабинет. Когда я проектировала этот кабинет, заказчики попросили меня расположить мебель таким образом. Когда их дети вырастут, и они захотят их расселить по двум спальням, то они могли бы здесь поставить свою кровать и сделать из кабинета спальню. Ну и множество книг, поскольку заказчица коллекционирует также старинные книги. Ванна необычна тем, что, конечно же, у нас здесь присутствует окно. Немногие ванны могут похвастаться наличием окна. Непосредственным желанием заказчика было использование плитки под мрамор в зоне ванны. И они еще очень хотели сделать деревянный пол. Прямо с дерева. Но я их отговорила, потому что все-таки это не совсем практично. И мы с ними пришли к компромиссу в виде плитки под дерево. У нас есть туалет, еще один. Здесь не было унитаза, и заказчики меня попросили сделать. Мы сделали встроенную инсталляцию и провели дополнительно унитаз. Но поскольку места в ванне очень мало, тут пришлось все рассчитывать до сантиметра, чтобы вошла и ванна, и унитаз, и дверь. Мы здесь маленького размера использовали. Пойдем ты расскажешь про коридор. Вот действительно, прихожая, она обеспечивает некий вау-эффект, когда заходишь в эту квартиру. Это, конечно, не совсем красный цвет. Это сложный оттенок. Причем исторический оттенок здесь покрашена краской Farrow & Bow. Английской краской моей любимой. Прелесть этих красок в чем, что это очень сложные, натуральные, исторические оттенки. Выглядит в интерьере всегда очень красиво. Много времени в прихожей люди не проводят, и этот цвет не успевает надоесть. Вот этот цвет, кстати, он не сказать, что какой-то красный, агрессивный, да, обычный. Или там цвет страсти называют. Нет, вот именно такой оттенок, он теплый, он уютный. Потому что он близок кирпичу к нашему, который так любит наша заказчица. А какие цвета в остальных помещениях? Пойдем посмотрим. Мне хотелось сделать легкую классику с отсылкой к французскому стилю. Фреска на стене, кровать с такой мягкой спинкой, с изысканными линиями. Это же тоже краски Англии? Да, действительно, это краски Англии мои любимые. Один из многочисленных оттенков Little Green серого цвета. Очень теплый, такой уютный цвет. У нас здесь есть шкафы, вот эту часть комнаты. Я полностью отсекла под хранение, поскольку у нас нет полноценной гардеробной здесь. За этой нишей у нас тоже располагаются шкафы. То есть часть для хозяйки и часть для хозяина. И если открыть этот шкаф, то там будет доступ в нишу тоже. Там можно какие-то редко используемые вещи тоже хранить. По пожеланию заказчиков я сделала в эркере тумбы. На них можно посидеть, просто отдохнуть. Ну и плюс достаточно вместительные по объему. Поскольку этот эркер выходит за пределы здания, и он достаточно старый. Вообще полностью, можно сказать, изменили все внутренние материалы. Там буквально тоненькая часть обшивки оставалась. Могло быть холодно. Поэтому были заменены окна на более теплые, современные. И мы дополнительно утепляли весь эркер. На входе в детскую у нас есть интересный элемент. Это сказочный шкаф в Нарнию. Это идея заказчицы, ей очень нравится история про Нарнию. Поэтому у нас появился некий тамбур. Мы его полностью декорировали под стилистику шкафа. Позже здесь появится стеллаж с книгами, где будут храниться все детские книжки. Здесь мальчик и девочка. Дети разнополые, поэтому какой-то такой нейтральный дизайн. Но вот все-таки с оттенками голубого. Я сделала здесь панно вот какое-то сказочное. Ну и кровать-домик со вторым этажом, в котором есть место для игр. На первом этаже две кроватки у нас находятся. На полу в этой комнате у нас пробковое покрытие. Это было непременным желанием заказчика. Она достаточно мягкая, упругая, там падать не больно. Можно разливать там на нее что-то. Для детской подходит. Уверена, вам понравился обзор. И напоминаю, что мы продолжаем розыгрыш консультации от автора проекта. И сегодня вы можете выиграть консультацию от Юлии Родионовой. Все, что нужно сделать, это написать в комментариях, почему вы бы хотели консультацию именно от Юлии. А через неделю она выберет наиболее интересный комментарий и обязательно проведет консультацию. Не забывайте заглянуть на страничку в наш инстаграм и инстаграм Юлии. Не забывайте про лайки, чтобы сохранить данное видео в понравившихся. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok